Одним из решающих факторов, побуждающих наконец-то заняться фитнесом, является с трудом застегивающийся пояс и нависающий над ним живот. Причина ослабления мышц пресса различна. Беременность у женщин, любовь к пиву у мужчин, неправильное питание и сидячая работа у всех. Говоря об улучшении фигуры, часто произносят фразу «подкачать пресс». Это популярное когда-то упражнение подъем и опускание корпуса с зафиксированными ступнями. Давно вышло из арсенала фитнес-программ, поскольку не столько укрепляло мышцы, сколько перегружало позвоночник и повышало внутрибрюшное давление. Наиболее распространенными современными упражнениями для пресса являются скручивания, разнообразные подъемы ног в висе и лежа, которые создают нагрузку для прямых и косых мышц живота. В то же время многие, но не без оснований считают, что силовые упражнения при всей их доказанной эффективности для сжигания жира и укрепления мышц нередко не приводят к желаемому результату – уменьшению объема талии и втянутой брюшной стенки. Валики жира заменяются крепкими выпуглыми мышцами, что безусловно намного лучше от висающего живота, однако не спасает от визуального эффекта массивной фигуры. Это происходит от того, что жировые отложения разделяются на два типа. Первый связан с высоким содержанием жировой ткани в организме. Это мягкие складки на боках и животе, которые хорошо подсушиваются жиросжигающими упражнениями. Второй тип – это висцеральный жир, окружающий внутренние органы, который может быть покрыт сверху достаточно крепкой мускулатурой. В этом случае выпуглый живот наблюдается даже у худых людей, а его отвисание связано с ослаблением поперечной или опоясывающей мышцы, которая располагается под прямыми мышцами живота и отвечает за втягивание брюшной стенки. Наилучшими упражнениями для укрепления поперечной мышцы и для уменьшения висцерального жира являются пришедшие из практики йоги Удияна Банха и Наули, которые выполняются следующим образом. На сильном выдохе упираются ладони в бедра, сгибаются колени, наклоняют голову и подтягивают расслабленный живот к позвоночнику и под ребра. Затем следует прижать подбородок к груди, напрячь промежность и задержать дыхание максимально долго. Для дополнительной проработки брюшной стенки в этом положении выполняются еще и Наули, попеременное напряжение мышц пресса в поперечном направлении. Эта техника легла в основу упражнений, имеющих общее название вакуум в животе. Их выполняют лежа, на четвереньках, сидя, стоя. Основной эффективностью вакуума является правильная техника дыхания. Наиболее часто рекомендуется техника дыхания BodyFlex. После полного выдоха делают быстрый и полный вдох носом, затем резкий и шумный выдох через рот. В этот момент стенка живота и все внутренние органы должны как бы сместиться под ребра. После задержки дыхания брюшную стенку приводят в прежнее состояние и восстанавливают дыхание. Наиболее простая разновидность упражнения вакуум в животе. Лежа на спине, согнув в коленях ноги и вытянув руки вдоль тела, хорошо почувствовав работу внутренних мышц, переходит к выполнению вакуума в положении с вытянутыми ногами. Следующим этапом укрепления мышц является втягивание живота. Стоя на четвереньках это очень эффективное упражнение для женщин. Так же как и втягивание пресса в положении лежа на животе. Бодибилдеры предпочитают выполнять вакуум стоя или в наклоне с поддержкой на опору. Втягивание живота в положении сидя считается одним из наиболее сложных, но оно незаменимо для офисных работников, к тому же практически незаметно для окружающих. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok